В секторе Газа при загадочных обстоятельствах нашлась древняя бронзовая статуя греческого бога Аполлона. Утверждают, что её обнаружили в море. Через некоторое время статую конфисковала полиция. Уникальная находка притягивает внимание историков всего мира, но пока остаётся для них недоступной. В распоряжении учёных лишь несколько фотографий. По ним они определили, что возраст статуи – около двух тысяч лет. «Это уникально. Она бесценна. Это как картина Джоконды из Лувра. Она бесценна, уникальна. Большая редкость, когда находят статую не из мрамора или камня, а из металла». При этом учёный сомневается, что статуя действительно нашлась в море. На ней не видно коррозии или налипших ракушек. Он полагает, что она лежала в песке. По мнению исследователя, эту историю могли выдумать, чтобы избежать споров о праве собственности в случае, если клад нашли на чужой территории. Историк отмечает, что важно знать настоящее место находки, поскольку там могут оказаться и другие реликвии. Однако у 26-летнего палестинского рыбака припасён свой рассказ. В августе прошлого года он увидел на мелководье, примерно в 100 метрах от берега, лежащего человека. Сначала принял его за обгоревшее тело умершего, а при ближайшем рассмотрении понял, что это статуя. Это произошло в районе границы Газа с Египтом. Чтобы вытащить находку из воды, рыбак позвал родственников. «Мы впятером пытались вытащить её. Под водой она была легче, чем снаружи. Нам впятером было не поднять её. Мы положили её на маленькую тележку и тогда перевернули». Дальнейшая судьба статуи непонятна. Рыбак говорит, что дома отпилил от неё один палец и понёс его оценщикам. Вероятно, он думал, что статуя золотая. Потом следуют путаные объяснения. Понятно лишь, что спустя некоторое время бронзовый Аполлон появился на сайте интернет-аукциона eBay. Его стоимость составляла 500 тысяч долларов. Однако вывести такую реликвию за пределы Газы вряд ли возможно, ведь её границы жёстко контролируют Израиль и Египет. Позже находку конфисковали правоохранители. И сейчас ведут следствие в связи с попыткой продать статую. В её ценности уже убедились и в Министерстве археологии. «Это уникальная и значимая статуя палестинской цивилизации. Она демонстрирует, что на палестинской земле существовали различные цивилизации. Это драгоценное сокровище». После того, как полиция завершит расследование, статую передадут Министерству археологии. Там уже планируют реставрировать греческого бога и выставить на обозрение общественности. По словам главы ведомства, свою помощь в реставрации уже предложили международные организации. А музеи в Париже и Женеве хотят видеть статую Аполлона в своих экспозициях.